Добрый вечер, дорогие друзья. Передача «Откровенный разговор» продолжает свою работу. С вами я, Гила Васадзе, и сегодня мы вместе с историком, политическим аналитиком, хорошо знакомым вам, Резваном Гусейновым, возвращаемся к новостям тюркского мира. Это у нас уже традиционно. Приветствую, Резван, очень рад тебя видеть. Здравствуйте, Саина. Приветствую тебя, Гила, и твои зрители. Резван, я думаю, что логично было бы, что главная новость в датюркоязычном пространстве произошла в Москве вчера во время визита президента Алиева в Россию, где была подписана декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджаном. Ну, начну с простого, я не буду спрашивать, про что это, потому что я надеюсь, что в ходе беседы мы придем к этому. Начну с такого момента, когда президент Алиев на пресс-конференции первые слова сказал, первые слова его были, он повторил пункт первый, и пункт первый звучит так из этой декларации. Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципов неврешательства во внутренние дела друг друга. Этот пункт был, кстати, первый, единственный, который был зачитан на пресс-конференции. Вот такую я подачу, в принципе, делаю. Это про что? Да, да. Почему так? Логично. В принципе, для большинства стал неожиданным визит главы Азербайджана в Москву, хотя он был запланирован. Просто вот в череде событий, в том числе связанных с украино-российским противостоянием, как-то забыли, что был подготовлен целый комплекс мероприятий к 30-летию становления дипломатических отношений России-Азербайджан. И в том числе, естественно, визит главы Азербайджана. Там павильоны, выставки, мероприятия. Но вот первый пункт. Мы постараемся с тобой, как обычно, немного подняться над ситуацией. Я думаю, это важно. Потому что наши зрители привыкли к тому, что не в винтиках-болтиках разбираться, а подняться. Немного поднявшись над ситуацией, я вот сразу забегая вперед скажу, что это контуры некого союзнического взаимодействия между Турцией, Азербайджанами и Россией. Явно видно. Почему мы пытаемся разобраться, почему сейчас. Явно видно. Две стороны, Турция и Россия, были основными внешними акторами в осенней войне 2020 года. Я имею в виду внешними. Если прямая война шла между Азербайджаном и Арменией. И в основном новую геополитическую ситуацию из внешних игроков. И моделируют эти две страны. То есть Турция и Россия. Максимальное их все-таки участие. Их конфигурацию они создают. А внутри, конечно же, лидер игрок – это Азербайджан. И в принципе с этой идеей, кстати, я, дай бог памяти, в 16-м году, когда, если я ошибаюсь, поправили в 17-м, когда убили посла российского в Турции, Карелина, и сбили самолет. На этом фоне я с группой вылетел в Москву и выступал с одной очень тогда неоднозначной темой в Государственной Думе Российской Федерации. И еще там с нами был и посол Турции в России. И посыл был мой такой, что, ну, представь, да, на фоне всего этого напряженного, что там, помнишь, да, помидорами не отделаемся и так далее. И неоднозначно, конечно, было воспринято, но внимательно выслушали. Я приблизительно… Это выступление, кстати, есть в Ютубе. Сформулировал, что если удастся преодолеть этот кризис российский, то впереди вот этот некий такой тройственный, если не союз, то формат, внутри которого основным модератором, элементом является Азербайджан. Соединенные страны – Турция, Соединенные страны – Россия. То есть это наиболее успешный формат, если он будет понят в Анкаре, в Москве, ну, а Азбаку к нему давно, в принципе, готовы и помнили. Это вот, представляете, сейчас… Если о первом пункте, очень верно, президент как бы напоминает и успокаивает некоторые головы, которые сразу же бросили в слово «союзнический» искать какой-то Советский Союз. Так, к сожалению, слово «союз», оно немного имеет такой оттенок, опять-таки, в контексте тех событий, которые в нашем регионе происходят. Ну, и не менее важное, почему сейчас. Я считаю, потому что кончился постсоветский период. Кончился вот последние 30 лет того самого постсовка, и постсоветский Союз держался на двух-трех безнародных структурах, я имею в виду организацию. Это СНГ, как, скажем так, политическая настройка, которая развалилась практически, давай скажем честно. Ну, и у нее силовой, якобы, блок ОДКБ, военно-политический блок, который, ну, это модель СССР и Варшавского договора, да, грубо говоря, и как она мыслилась. Но все пошло изначально вовсе не так, и ОДКБ оказался еще более замкнутой и одиозной организацией, чем само СНГ. Постепенно СНГ догнал ОДКБ, я не знаю, кто кого догоняет, по процессу распада. И сейчас, вот, спустя 30 лет, ясно, что это устаревшая конфигурация. И наступает новый период, сборка новая, и кто как активно сможет в ней участвовать. По всей видимости, Россия в этот раз, в этот раз хочет делать ставку и создать некую структуру, где будет комфортно тюркским, мусульманским государствам. САГ видно, давай согласимся, что если формат СНГ и особенно ОДКБ, это было как из мультика «Котопес», то есть несовместимы в плане того, что мы увидели и осенью 2020 года в войне между Арменией и Азербайджаном, когда практически весь ОДКБ дружно поддержал Азербайджан, хотя Армения является членом ОДКБ и более того возглавляла на тот момент эту организацию. То есть формат двустороннего сотрудничества, у которых, кстати, приоритетом всегда будет для Азербайджана, мы с тобой это обсуждали, что Азербайджан старательно избегает по возможности. Ну, естественно, исключая ООН, ОБСЕ и вот подобные структуры международных, Азербайджан больше стремится на двусторонние отношения. И вот сейчас посмотрим. Я считаю, что идет попытка конфигурации некого трехстороннего формата. Это что-то новое. Это что-то новое будет и для Азербайджана, и тем более для России и Турции. Ну, как бы это поживем, посмотрим. Ну, тут вопрос в другом. Здесь же вопрос, если мы будем говорить о трехстороннем формате, трехсторонний формат – это отношения между тремя. А отношения между Россией и Турцией сейчас не просто не союзнические. Они даже, несмотря на то, что, несмотря на многочисленные проекты, они никак не могут выйти даже на уровень стратегического партнерства. Кроме всего прочего, Турция – член блока НАТО, и она и постоянно подтверждает свою приближенность к Шребенову. А НАТО в России объявлен врагом номер один этот данный блок. Каким бы он зонтичным… Ну, обратите внимание к делу, я к чему вел, что именно модератором будет Азербайджан. Он как… Азербайджан имеет союзнический декларативный документ с Турции, сейчас имеет приблизительно, ну, меньше по статусу пока что документ с Россией и является как бы точкой оси взаимодействия, где вроде бы нету тройственного союза. И, как ты верно говоришь, ты довольно… Хотя, согласись, лет пять-шесть назад, если бы, когда я говорил ей, ехали рукой, вы из команд грутили, что могли ли быть лет пять-шесть назад отношения Турции и России такие, как сейчас? Все бы сказали, это невозможно. То есть, процесс идет. Куда он придет, я с тобой согласен, он может пойти не туда, куда многие думают, но факт то, что вот эта осторожная попытка дать некие функции модератора Паку, она все-таки чувствуется. Ну, отношения между Турцией и Россией сейчас тоже очень непростые, и Турция продолжает оставаться геополитическим соперником России, как бы не крутилось бы. Потому что, ну, практически везде, где Турция и Россия соприкасаются, везде противоречия. Кстати, единственное место, где таких противоречий явных нет, это Азербайджан. Внутри Азербайджана, потому что внутри Азербайджана есть российские войска, и внутри Азербайджана, турецких войск внутри Азербайджана нет, но есть турецкие военные, группы наблюдателей. То есть, внутри Азербайджана это сотрудничество есть, потому что есть понимание того, что если тут оно будет нарушено, то получим Сирию. Это ясно. Ну, я даже чуть-чуть забегая вперед скажу, потому что считается, что осью Турана, его хребтом, хребет Турана, мы с собой говорили, проходит в Азербайджане. Туран стал интересным всем, но каждый видит свой Туран. То есть, допустим, у англосаксов свой Туран, видение у США свое видение, у России свое видение, у турков, у Турции у нас свое видение, но однозначно все сходятся на той идее, что раз хребет Турана проходит через Азербайджан, то нужно начать точку сборки отсюда. И тут вот эти все противоречия, обратим внимание, как между Турцией, конечно, никто это не исключает. Это и не обсуждается, это и ясно, что Турция будет везде наступать на пятки России. И у России самая слабая точка в этом вопросе – это Сирия. И здесь действительно вот это та самая точка, которая, мягко говоря, обязывает Россию иметь диалог с Турцией. Вторая точка, как ты верно отметил, это уже новая. Это, я имею в виду, Южный Кавказ, где Турция впервые за почти 300 лет в некотором формате вернулась. Да, ну, отложу в сторону Крым, где тоже у Турции, кстати, очень своеобразное мнение и позиция, и вполне обоснованная. Турция и Россия, наверное, наиболее успешны, может быть, на территории Азербайджана. То есть не только на территории, а и благодаря Азербайджану, который, понимаешь, Азербайджан такой интересный мост, вроде и русскоязычного пространства, мы 200 лет были в различных форматах государственных с Россией, но и при этом у Тюрки, тюркоязычное пространство, комфортное для Турции и так далее. Такую роль в свое время хотел играть Казахстан. Давай вспомним, и довольно серьезно. Это проецировал приношу султане Абишевича Назарбаеве. Но события января сейчас заняли эту страну совершенно иными серьезными вызовами. Более того, географически, понимаешь, то есть опять-таки неправильный выбор точки сбора и пришел к сбою. Если хребет Турана здесь, то искать его, щупать в других частях тела Турана, наверное, было немного неправильно. И для Китая это как-то комфортно, чтобы место, точка сборки была чуть-чуть подальше от его интересов. Я имею в виду точка сборки Турана. В этом контексте давай подождем и слово «союзнические». Как там идет значит «союзническое взаимодействие»? Что такое? Давай разберем, что такое взаимодействие. Это когда два человека или две стороны, когда им выгодно, они вместе проводят какое-то взаимодействие. То есть у тебя свой карман, у меня свой карман, мы можем вместе экономически взаимодействовать, как угодно, но это ни к чему не обязывает. Слово «взаимодействие» не несет в себе обязательной нагрузки. То есть это максимум, то, что мы можем выдавить из декларации, тем более это пока что декларативное заявление. Кстати, вспомни, что подобного рода декларация была подписана в 2000 году между Россией и Арменией. Роберт Кочериан и Владимир Путин подписывали. Это значит 2000 год. И этот декларативный документ, согласись, он не был выполнен в том формате, в каком заявленном контексте, если почитать его. Кстати, там очень интересно, что одним из пунктов является разблокировка транспортных коридоров на Кавказе. И другие моменты, которые сейчас актуальны. Единственная страна, с которой есть подобный документ, то есть не декларация, а уже документ в стратегическом взаимодействии, это Таджикистан. То есть, как это ни странно, Таджикистан и Россия имеют не декларацию, а документ. Ну и плюс более высокий статус союзнического государства. Это совершенно иная тема. Это Беларусь, Россия. То есть это слово «союзническое» пугает многих, я заметил. То есть сразу же по максимуму идут аналогии с белорусско-российским форматом. И это равно, чему равно СССР 2.0. То есть это приблизительно та схема, которая выстраивается в головах у многих людей, которые узнали о декларативном документе, подписанном между ПАКО и Москвой. Не, ну союзнический уровень, то есть в дипломатии же есть понятие, есть уровень стратегического партнерства, есть уровень добрососедских отношений. Это самый обычный уровень, простой где-то. Есть уровень стратегического партнерства, который существует между Азербайджаном и Грузией, и между Грузией и Турцией. Есть уровень союзнических отношений, которые существуют между Азербайджаном и Турцией. И сейчас, в общем-то, кстати, стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией тоже было до недавнего времени. А сейчас практически эти отношения были повышены до уровня союзнических. Что касается Армении, Армения является прямо военно-политическим союзником России в силу того, что она члена ДКБ и ЕС. И таким образом на Южном Кавказе формально, с точки зрения формальной логики, у России сейчас два союзника. Это Азербайджан и Армения. Правда, в формате ДКБ Армения, а в формате... И там еще интересный момент по предоставлению военной помощи. То есть Россия берет на себя обязательство предоставить военную помощь в случае необходимости. Насколько этот пункт может быть опасен с той точки зрения, что может ли Россия предоставить военную помощь без необходимости? Да. Я понял посыл. Дело. Это, наверное, самый такой стойкий момент. И мы сейчас можем только рассуждать, предполагать, что имел в этом пункте в виду. То есть какую смысловую нагрузку он несет. Ну, гипотетически, опять-таки, может быть, имелся в виду тот момент, который связан был с Ираном. Да, опять-таки, это гипотетически. Я ничего не утверждаю. Но ноябрьское прошлогоднее обострение военно-политическое между Азербайджаном и Ираном, когда иранские войска выдвинули к границе Азербайджана и довольно демонстрировали серьезные намерения. Это заставило призадуматься. И на тот момент была оказана поддержка Азербайджана со стороны Турции, Пакистана и Израиля. В каком плане будет они высказали намерение поддержать? Но фактически сдерживающим элементом спала азербайджанская армия. То есть иранская сторона поняла, что тут проблемы будут серьезные. Азербайджане намерены уступать. И мало кто сравнивает эту ситуацию с нынешней российско-украинской, когда сейчас российские войска стоят по всему периметру, я имею в западному, северо-западному и даже восточному периметру Украины. И вот идет жесткий такой, не то что диалог, эскалация конфликта, приблизительно в таком же формате, но быстро, краткосрочно развивались события в ноябре между Ираном и Азербайджаном. Правда, тогда иранское руководство очень мудро и очень быстро приняло нужные выводы, что сейчас пошло, кстати, на очень такое позитивное взаимодействие и новые проекты между Ираном и Азербайджаном. Ну, осадок остался, согласен, осадочек остался. Другой момент, я думаю, этот пункт, хотя есть и другие пункты этой декларации, которые говорят о том, что будет с миротворцами. Азербайджан жестко, постоянно и на этом формате напоминает, осталось 20 небольших годов, временная, временная миссия. То есть даже, к сожалению, некоторые российские СМИ констатируют в эти дни, что почему-то азербайджан на государственном уровне в любом документе, в любом своем заявлении обязательно напоминает, что это временная миссия, тем самым давая знать, что продления не будет, ни под каким форматом продления не будет. А значит, нужно искать для России какой-то иной формат взаимодействия. И я с тобой согласен, пока что этот пункт до конца нам с тобой разложить сложно, там много туманности. Ну давай тогда по-взрослому. Этот договор можно считать как попытку получить гарантию от России вывода войск? То есть союзничество взамен вывода войск через два года или три года? Я думаю, вот там есть такие симптомы. Ты обрати внимание, и тут чуть-чуть шире возьмем, за несколько дней и за день даже до визита азербайджанская генпрокуратура объявила о том, что дала международный розыск. Сперва Раика Арутиняна, глава сепаратистов, а затем и экс-президентов Роберта Кочаряна и Седра Саркисяна. Ну а Роберт Кочаряна, насколько близок к руководству России и личным президентом России, мы знаем, именно в преддверии визита, в преддверии визита, было об этом заявлено, что Роберт Кочаряна появится в розыск. То есть тем самым я как бы немного расширю, теперь вернемся к исходной, что Азербайджан дает линию своих интересов. Что ему интересно? Вывод миротворцев, или же на фоне пока миротворцев, там наказание, или же чтобы люди, которые в этом списке, первый, второй, короче, он сейчас в неудобной позиции оказывается, то есть ему как-то находиться в этой юрисдикции, где русский миротворец, российский миротворец, где им быть. Это же касается и Роберта Кочаряна и Седра Саркисяна. Каково будет теперь верхнее положение в российской юрисдикции, если там же есть пункты о том, что Россия будет способствовать именно поимке, именно юридическим актам, нормативам. Как это будет? Вот это тоже отуманность Андромеды. То есть и как будут заполнять эти пункты? Поэтому я считаю, что вот этот декларативный документ еще будет заполняться смыслами. Согласись, во-первых, он еще не расифицирован. Вот элементарно на ратификацию Шушинской декларации ушло 6-7 месяцев. А сейчас она еще будет только заполняться проектной сущностью. Ну давай посмотрим вот в ближайшие месяцы или год, как будет развиваться ситуация в России, вокруг нее, в Азербайджане, вокруг Азербайджана. Само собой, потому что это очень важно. В нехорошее время подписан договор, крайне декларация в крайне хорошее время подписана. Она совпала. Ну вот это как раз таки, вот тут я верю в совпадение. И еще один момент, который мы продолжаем ту же тему, это наличие людей с ружьем не российского гражданства на территории Карабаха, на территории зоны действия РМК. Этот момент не отражен в декларации, но с этим тоже что-то надо делать, потому что ну как бы, а что в итоге, в сухом остатке, ведь по большому счету это главная проблема для Азербайджана. Сейчас если мы говорим об отношениях с Россией. Я думаю, опять нам надо чуть шире посмотреть. Часто и в Баку, в Азербайджане недовольны тем, как пока что терпеливо Баку относится к тем шалостям, которые делают люди с ружьями, как я правильно отметил, в зоне, где временная миссия российских минотворцев осуществляется. Но это сообщающиеся сосуды. Азербайджан терпеливо относится, потому что идет реализация более серьезных транспортных, транзитных проектов. Речь идет и о Зангизорском коридоре. Впереди еще делимитация, демаркация возможная. Но я надеюсь, мирная, ненасильственная. Я надеюсь, Ереване поняли, что надо мирно это делать, границы между нашими государствами. И многие вопросы, которые тоже очень серьезные. Поэтому решение этих вопросов стоит в приоритете. Но, опять-таки, это не значит, что ситуация там, где временно осуществляется мировой миссии российской, она вне внимания Азербайджана. Я тебе полностью могу заверить, что, возможно, несколько раз в месяц азербайджанская армия, азербайджанская армия постоянно готова. И любой неожиданный для этих товарищей с ружьями, которые бегают по горам, любой неожиданный момент может быть нанесен жесткий удар. И даже та самая его декларация, она подтверждает то, что опять подтверждается территориальная целостность Азербайджана, национальные безопасности. То есть я не думаю, что российские миротворцы смогут как-то помешать. Тем более несколько раз Азербайджан уже осуществлял некоторые меры. И тут понимаешь, в чем суть? Войсковая операция против горских людей, спрятавшихся в горах, это немного неправильно. Это немного неправильно. Они тоже выбрали хитрую тактику. То есть одно дело, если бы они группировались в какие-то конкретные военные, скажем так, батальоны или в полк, и в таком формате осуществляли какие-то акции, акты агрессии или что-то, террористические акты, это одно. Но они знают, что за это получат. Поэтому, как я верно отметил, эти люди с ружьями шаскают по дорогам, попадая в фотообъективы, в камеры, в бинокль. И то, как будет решен этот момент, я думаю, во многом зависит от терпения Азербайджана и его готовности пока что, еще раз повторяю, закрывать на это глаза в свете того, что реализуется все-таки более глобальный и серьезный проект в нашем регионе. Смотри, еще один момент. Мир меняется на наших глазах практически сегодня. Ну, я не знаю, в данном случае можно найти очень много описаний политики России. Но так или иначе Россия сделала все, чтобы не просто оторгнуть от себя Украину и перерезать коммуникации с Западом, но и сделала все, чтобы в Европе на самом главном газовом рынке мира. Потому что есть другие, конечно, но там платят копейки. В Европе серьезно задумались о том, чтобы, скажем так, потеснить Россию, очень серьезную долю России и заменить на другие. Там разные есть варианты. И, конечно же, сейчас начнется жесткая конкурентная борьба. Полностью вытеснить Россию никто и не собирается, потому что там очень большая доля. Но в какой-то степени этим могут воспользоваться все. Катар уже спешит этим воспользоваться. Средиземноморье Турция и Израиль тоже строят свои планы. Вот этот документ, насколько он может помешать Азербайджану и Центральной Азии, скажем так, занять как можно большее место при этом разделе пирога. Потому что пирог все равно разделят. С Азербайджаном или Центральной Азии, или без Азербайджана или Центральной Азии. Это не важно. Все равно его можно. Вот этот документ. Ну, я думаю, наоборот, для России более комфортно, если Азербайджан, Туркменистан и другие страны, в том числе Центральная Азия и так далее, будут поставлять дополнительно газ в Европу. Чем это будет делать Катар и другие государства того бассейна. То есть однозначно это будет. И действия России в украинском направлении только ускорили процесс. То есть, я не знаю, нужно быть слепым, да, чтобы не увидеть, что... А такое ощущение, что это некий сговор между США и Россией даже. Подталкивание России... США тогда не Россия, а США и Путиным для того, чтобы разрушить Россию. Так выходит. Ну, опять, формулировка неважная. Факт то, что на уровне страновом. Мы видим, как Байден, мягко говоря, спустил на тормоза. И фактически поощряет Кремль в том, чтобы он продолжал жесткие действия. В адрес Украины, что позволяет Америке усилить свой фактор военно-политический в рыхлой, дряхлой Европе. Которая, если ты помнишь, отказывалась несколько лет назад даже 2% выплачивать на общее усиление оборудованных способностей. Наверное, ты помнишь, как Трамп возмущался, будучи в Германии этим моментом. То есть, мальчиком для битья выбрана Европа. А Европа – это самый большой рынок. Это самый платежеспособный клиент, который всегда платит ей очень хорошие деньги. Хорошо, если Россия сама подрезает себе рынок в Европе. То есть, давай посчитаем расходы российские на вот эту военную кампанию, которая сейчас идет. Приблизительно, это, наверное, астрономическая цифра. Более месяца держать военные группировки, собрать их. Плюс военно-морской флот с Балтики и с Тихого океана перекинуть. Собрать, содержать. Огромнейшие суммы, которые никогда не восполнят. Плюс сейчас, если Донецк, Луганск признали, это опять сядет внутрь бюджета. Это миллион слишком человек. И серьезно бюджет сядет. Плюс на этом фоне санкции, которые, допустим, по Сбербанку и другим уже четко ударили. Плюс личные санкции. И плюс снижение поставок газа. То есть, такое ощущение, что вот эти нити осознанно перерезает Россия. Осознанно или же вынуждено. Опять-таки мы подходим, что принято какое-то решение. Это все приносит в жертву чему-то более важному, по мнению российской стороны. Но это уже закрытая тема. Факт, что налицо. Налицо то, что теперь Россия будет продавать в ближайшем будущем излишки газа в Китае. Это, пожалуйста, это одно по другой цене. Согласись, что она уже совсем иная. И с Китаем, как с Европой, не сможешь говорить. То есть, Россия не сможет вести диалог, как она ведет его с Европой. По газовым и другим вопросам. С точностью наоборот будет диалог с Китаем. И зачем, как говорится, скрывать это. Насколько это, зачем это нужно? Кому это нужно? Опять-таки, третьим сторонам. Пожалуйста, для США, для интересов США это неплохо. То есть, Европа станет более сговорчивой, по многим вопросам важной. Усиление натовского фактора на глазах. И в Прибалтике, и в Польше, и еще дальше. То есть, вот это то, что мы пока что видим. Но плюс еще мы забыли сказать, а что же будет вокруг Китая. То есть, это Тихоокеанский регион. Но движение здесь начнется пока что нет, но очень скоро начнется. То есть, это выстрел в ногу, как ты верно приблизительно сказал. То есть, Россия выстрелила себе в ногу, осознанно выстрелила. Ведь в ногу стреляют осознанно. Когда нужно решить более стратегическую какую-то задачу, практически жертвуют, не дай бог, пальцами ног и еще чем-то. Правда, это подсудно мы знаем в армии. У меня почему-то такое мнение сложилось, что есть осознанное понимание, где-то какой-то коридор возможностей, куда гонят, загоняют в российскую сторону. Хочет она, не хочет. Все обстоятельства складываются так, что приходится зайти в этот коридор. И вот зайдя в этот коридор, в том числе Россия сейчас подписывает, как верно, опять возвращаясь, вот этот документ с Азербайджаном. Если бы этот документ был подписан год, два года назад, все это имело бы венную трактовку, более, наверное, такую озабоченную, согласись. И возвращаясь, опять-таки, к нашему контексту, а то нас уже понесло слишком высоко в стратосферу. Непростая ситуация складывается не только в Евразии. И кому больше достанется газового пирога, я думаю, что Россия, наверное, все-таки для нее же комфортнее будет. Тем более газа – это не такая вещь, что прямо сейчас рубильник включил, и он пошел куда-то. На то, чтобы организовать и обеспечить газовые поставки, нужны твердые договоренности, и мы это знаем. И договоренности, которые будут устойчивы много лет, чтобы тот, кто поставляет, и добывает, и поставляет газ, он имел эту возможность делать. Это не нефть, тут немного сложнее. Как это все сложится, пока что декларативно мы слышим. Но как это все пойдет в реальности, и какое место на этом газовом рынке европейским займут? Не новые, а старые, но другие партнеры, которые хотят расшириться. Влияние покажет время. Ведь в Катар же, в Катарский газ, в принципе, и должен был пойти в свое время в Европу. Но чем это обернулось? Трагедией такой. Арабские весны, сирийская война. В итоге получилось, что все эти жертвы были напрасными. Людские жертвы, миллионы людских судей, беженцы, погибшие, раздел Сирии, кровавое мессиво, которое сейчас в Ираке, в Сирии. А оказалось, что нет, надо было все-таки из Катара брать газ. Опять-таки, значит, те, кто начали эту повестку катарскую лет 10-15 назад, получается, что они ее продавили. Ну, продавили пока. Ну, это так мы, опять-таки, отойдя. Продавили. То есть все, кто сопротивлялись к катарскому варианту, они сейчас, получается, вынуждены его принять с большими потерями для себя. Я имею в виду это и Россия, и ряд государств, и Иран, которые очень серьезно вкладывались в сирийский конфликт, чтобы спасти и защитить свои интересы, в том числе газовые и транзитные. Вот, да, интересно, что мы приходим к выводу, что кто что получит по итогам. Ведь арабскую весну никто не отменял ее итоги. То есть надо ей это накладывать, что то, что там произошло, оно еще продолжает эхом отражаться. И вот это эхо идет дальше сейчас по континенту Евразии. На север и на восток. Ну, там у нас еще впереди иранская сделка будет, не будет, что на Ближнем Востоке будет. Там очень много всего, очень много всего. Что ж, будем наблюдать. Единственное, что я всегда говорил, что, да, Россия ведет гибридную войну против всех стран бывшего Советского Союза, но особенно ожесточенно она ведет гибридную войну против своих союзников. Поэтому вот это, после этой декларации надо быть, наверное, гораздо более внимательнее, нежели до ее подписания. Хотя понятно, для чего это нужно Путину было. Это понятно. Я думаю, что, я свое мнение все-таки скажу, я думаю, что Путин просто продавил это. Ему необходимо было, чтобы где-то зафиксировать, то, что не только Турция союзник Азербайджана, но и Россия союзник Азербайджана. Ему необходимо это было, чтобы зафиксировать, что Азербайджан никуда от России не уходит и не уйдет. Ну, да, 25 тысяч студентов обучаются в Турции, зато 11 тысяч в России. Да. То есть, Путину нужен был флаг. Так, ну, если этим флагом воспользуется Азербайджан в свою пользу, и главное тут, конечно же, я считаю, это вопрос по поведению, пока по поведению российских военных на территории Азербайджана, то дай Бог, чтобы все это было хорошо только сам. Думаю так, я не знаю, насколько ты с этим согласен. Посмотрим цену торга. Нет, согласен, а что тут не соглашаться? Понимаю, все налицо, и та критическая ситуация, которая сейчас Россия, как она из нее выходит, мы все это видим, да? То есть, ну, как бы это сказать, морально Азербайджан и Турции были к этому готовы. Это исходило из той логической цепочки событий последних двух лет, и в том числе подписание недавно и гратификация Шушинской декларации. Таких бумаг много, мы с тобой об этом говорили. Тонны этих бумаг, всяких деклараций, соглашений. Они тактические, а стратегически каждый предлагает. Есть у России два союзника, получается, в регионе. Это Армения и Азербайджан. Ну, что это такое, да? Согласен. То есть, смена политического режима в Армении отменяет любые союзнические обязательства для России? Или как это? То есть, это на уровне субъективно. На ком держатся документы? На страновых интересах? Почему отменяем? На внутриполитических интересах? Нет, зачем? Ну, согласись, последние два года, а это из Еревана звучит постоянно, да, я как бы сейчас ретранслирую позицию ереванскую, что вот она же все время возмущается, ОДКБ есть, союзнические обязательства с Россией есть, но Россия якобы никак не помогла, могла бы как-то по-другому сдержать. Ну, то есть, я к чему веду? Что такое союзничество? Допустим, союзнические отношения Армении и России что требовали? Чтобы Россия вприглась против Азербайджана, то есть, это из Еревана хотите, да? А из России, да? Россия вприглась против Азербайджана, когда это было... То есть, они не нарушили ни одного пункта союзнических соглашений? Совершенно верно. Как только это стало критично и возможно, они вприглись сразу же. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, они вприглись так, как могли. Много чего может быть в документах прописано, да? Но реалии показали, что вот этот союзнический документ 2000 года. Да, в 2000 году исходил... ...и войны. Ситуации розово-шоколадного периода отношения армян российских, да? То есть, эти документы, они тактические, да? Я к чему иду. Главное, вот в тактическом коридоре, чтобы каждая из сторон по максимуму свое получила. Ну, я скажу так, что любые, в общем-то, союзничные документы, значит, они в любом случае с начала консультации идут. Даже когда Турция сбила российский самолет, НАТО не стал сразу же бомбить Россию. Собрали в Брюсселе совещание и спросили, ну, что делать будем, что нужно сделать. Ну, и предупредили просто Россию, что если будут действия предприняты против Турции непосредственно, тогда НАТО будет вынуждено задействовать свой пятый пункт. А это самый железобетонный, кстати, пункт из тех, которые существуют вообще в международной практике сегодня. Других, по крайней мере, более надежных пунктов я, честно говоря, пока не знаю. Там четко прописано, что да, однозначно в случае агрессии однозначно идет. Ну, что ж, я надеюсь, я надеюсь, что нашим зрителям стало, ну, если не поспокойнее, что хотя бы понятнее, немного то, что происходит. Ну, а дальше будем наблюдать, жизнь продолжается. Даст Бог большой войны, хотел сказать, большой войны удастся избежать, не удастся, наверное, война будет. Она идет уже, дело. Война идет. Да, она идет, но нам остается только пытаться понять, что происходит на самом деле. Огромное спасибо, Резван, за очень интересную беседу. Благодарю, спасибо, дело. Было интересное, надеюсь, зрители тоже не устали. Спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok